МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый цитируемый чиновник, мэр столицы Дагестана, стал лидером медиарейтингов СКФО. Поражение на миллион долларов. Дагестанец Шамиль Забуров в корейском промоушене Руат Ивси потерпел второе поражение нокаутом в профессиональной карьере. Депутаты Госдумы предложили штрафовать за эвакуацию авто без составления протокола. Соответствующий законопроект поступил от партии ЛДПР. Предложенная сумма штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, депутаты также внесли законопроект, разрешающий владельцу транспортного средства предъявить документы на автомобиль, который находится внутри машины. С тем временем в Махачкале начали эвакуацию транспорта маршрута 4С. В ходе рейдов по пресечению незаконных пассажироперевозок были арестованы несколько маршрутных такси, работающих на данной линии. Проверки были организованы по поручению главы города Махачкалы управлением промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства мэрии совместно с сотрудниками ГИБДД и управления Ространснадзора. Оказалось, что маршрут не зарегистрирован в реестре муниципальных, так же, как и перевозчик, который выдавал путевые листы. По словам представителей контролирующих служб, водители, осуществляющие перевозку незаконно, не уплачивают налоги, страховки не имеют, никакой ответственности за жизнь и здоровье пассажиров не несут. Мэр Махачкалы стал лидером медиарейтинга среди глав городов СКФО в январе. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия». По их данным, первую тройку по результатам исследований вошли Салман Дадаев, глава Ставрополя Андрей Джаддоев и председатель горсобрания Махачкалы Абдулмуслим Муртузалиев. Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбылатов провел выездной прием граждан в Хасавюртовском районе. Большую часть жителей села интересовали вопросы о дорогах, объектах водоснабжения и медицинских учреждениях. Министр заявил о намерении в ближайшее время организовать межведомственное взаимодействие для решения озвученных проблем. Как заявил глава ведомства в Хасавюртовском районе, высокий показатель собираемости налогов. В этом году 117 миллионов рублей выделят на строительство больницы. Кроме этого, в районе построят 7 школ, детские сады и объекты водоснабжения. Ракетный комплекс «Бал» появится в Дагестане. Он предназначен для защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья. В частности, в республике комплексом будут прикрыты места нахождения кораблей и подразделения Каспийской флотилии на территории региона на опасных направлениях. Отметим, время развертывания «Бала» на новой позиции составляет 10 минут. Он оснащен ракетами Х-35, которые могут ликвидировать наземные и надводные цели противника на расстоянии около 130 километров. За отсутствие водительских прав при себе не будут штрафовать. В следующем году в России вместо бумажных документов могут появиться электронные. Тогда возить права с собой уже не придется, так же, как и свидетельства о регистрации транспортного средства. По мнению экспертов, электронные документы позволят бороться с поддельными водительскими правами и предотвратить их использование разными людьми с похожей внешностью. Дагестанцы меньше всех в России расплачиваются безналичным способом. Такие данные приводят эксперты агентства Риа Рейтинг. Эксперты считают, что проблема такого низкого показателя использования банковских карт в Дагестане и других кавказских республиках заключается в слабой развитости финансовой инфраструктуры. По итогам исследования стало известно, что самый популярный безналичный способ оплаты в Москве и Московской области. На Западе эти показатели намного выше. Почти все услуги и товары в этих странах реализуются безналичным способом. Каковы особенности выбора мебели на ближайшие годы? Какая цветовая гамма будет определяющей? Когда возникают новые тренды и зачем необходимо о них знать? Студия В-Студио организовала мастер-класс о современных тенденциях дизайна интерьеров для начинающих. Все подробности в сюжете по тематам Ханаповой. Как создать в квартире скандинавский минимализм или привить испанский дизайн дагестанской действительности? Об этом, а также о многих увлекательных нюансах интерьера дома рассказывают эксперты из Москвы. Организовал мастер-класс дизайн-бюро В-Студио, за чей спиной десятки реализованных проектов, среди которых частные апартаменты, офисы, салоны красоты и даже архитектурно-ландшафтные объекты. Наша школа именно занимается обучением в сфере дизайна. У нас есть курс по дизайну интерьера, кроме того, есть курс по ландшафтному дизайну, курсы по графическим программам для дизайнеров, это 3D Max, ArchiCAD, и также у нас есть курс рисунок живопись и английский для детей и для взрослых. Пожалуйста, все приходите. У нас замечательные преподаватели, очень уютная обстановка, домашняя. Будем всех рады видеть. Ольга Косарева – дизайн-критик. Ее лекции хорошо известны в профессиональном кругу не только в России, но и за ее пределами. Анализирует последние тренды в интерьере, ориентирует слушателей в мире оттенков, цветов и фактуры предметов. Говорит, главное – идти в ногу со временем. У меня были случаи, когда я открывала совершенно левую росту, какой-нибудь СССР, там, авиакомпании или что-то. Я говорила, вау, какие они крутые. Они просто вообще в ногу со временем и даже опережая время. То есть они прямо задают своей цветовой гаммой, вот той картинкой, которую показывают, задают тренд. То же самое происходит, конечно же, с витринами, с витринами магазинов, с модой как таковой, в широком смысле слова. Посетить мастер-класс мог любой желающий – от новичков до опытных профессионалов. Но главные зрители сегодня – это ученицы школы. О трендах ближайших лет теперь они знают все – от сочетания оттенков до элементов декора. Я когда выезжаю за пределы республики, я как бы всегда сравниваю стили дизайна. Мне как-то было интересно, и, естественно, свою квартиру мне бы хотелось обставить по своему вкусу. И мне это всегда было как бы для своей квартиры скандинавский минимализм и как-то частично арт-декор. Вот я прошла школу в эскул. Школа очень интересная, дала мне много очень всего, как говорится, знаний, насыщенные. Не просто там, да, а до самого я. Поэтому раскрыла все, да, все, что нужно знать для дизайнера. Не просто там какие-то мелочи, да, а все полное. Я могу спокойно, я могу выйти со школы и уже начать работать и не бояться этого. Дизайн бюро, в студио соединяет в себе группу творческих людей. За стильными и удобными планировками стоит целая команда профессионалов. Это проектировщики, декораторы, визуализаторы и даже производители мебели. Цель дизайн-проекта – это чтобы было уютно в жилище, да, чтобы было уютно, красиво, эстетично и практично, да. Вот. Чтобы это осуществить, нужен тандем грамотных специалистов. Вот мы в тандеме работаем с дизайнерами, то есть в данном случае с Вест-студио, вот, и осуществляем дизайн-проекты под ключ. У нас группа компаний объединилась в одну общую, в одну большую компанию, и мы собираемся давать клиентам общий продукт. Грубо говоря, наша цель в том, чтобы клиент, если к нам пришел, мог получить все услуги необходимые, начиная от дизайна, заканчивая консалтинг-услугами, климат и все прочее. Организаторы отмечают, что это всего лишь начало. В будущем такие мастер-классы будут проводиться чаще. Кроме того, для более углубленных знаний школа Вест-студио предлагает многоступенчатые курсы, а такие семинары будут для их учеников приятным бонусом к приобретенным навыкам. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24. Дагестанские школы впервые за 30 лет получат учебники по родным языкам. Книги закуплены правительством республики. Всего приобретено более 150 тысяч экземпляров учебников на шести языках. Учебники для начальных классов разработаны сотрудниками Дагестанского научно-исследовательского института педагогики имени Тахагоди. Дагестанские школы удар коленом и финишировал Льва Дагестана. Победа и приз в миллион долларов достались французу. Дагестанские школы